Каково состояние и перспективы развития региональной энергосистемы? Каков износ тепловых сетей? И почему некоторые жильцы ощутимо испытывают недогрев? Смотрим далее. Фолода реализует ряд масштабных проектов, направленных на модернизацию и улучшение тепловых сетей. Это хоть как-то позволит снизить воздействие такого фактора, как износ тепловых сетей, что, по словам специалистов, отражается на обогреве горожан. 90% изношенных сетей. Мы их как будем давить? Какое мы давление к ним дадим, чтобы они не разорвались и чтобы это тепло дошло до потребителя? Мы же понимаем, что если мы сейчас дадим серьезное давление и хорошую температуру, а и то, и то влияет на сети, и температура еще больше, и получается, что сети начинают играть, ходить и начинают рваться. Мы вот эти параметры, скажем так, по теплу, срезку по температуре делаем ниже для того, чтобы надежнее отработать сетями. Параметры даем, которые соответствуют, в принципе, стандартам. Но получается, что в основном сейчас, наверное, давление. Значит, у нас там 130 на 70 температура. Значит, для того, чтобы сети не рвались, мы параметры делаем срезку графика 98. 100. На 100 градусов. Значит, когда мы делаем на 100, у нас увеличивается циркуляция, расход. Увеличивается циркуляция, и сети определенного диаметра не пропускают то давление, которое они создают, которое есть. И вот мы вот здесь вот лавируем. Итак, 92% тепловых сетей изношены. Энергетики утверждают, что до подвода к дому параметры подачи тепла соблюдаются. А дальше многое зависит от КСК и других обслуживающих организаций. Каких-то обслуживающих организаций новых, которые действительно себя зарекомендовали в городе Паладаре, так и отсутствует. И там тоже этот накопительный эффект по износу, он уже на себя проявляет. И в ближайшее время мы тоже ожидаем много жалоб в связи с высоким износом внутри домовых сетей. Там тоже нет ни специалистов, ни специалистов, ни инженеров. В Паладаре довольно много бесходных сетей, которые не ремонтируются годами, становясь источником многих проблем. Когда два года назад было принято решение правительством, местные исполнительные органы должны были провести ревизию вместе с нами. Ну, мы им все показали, рассказали, что участвуют. Они должны были по суду, непростая процедура, по суду только принимать на местный бюджет сети. Вот они за эти годы, допустим, кабельные линии 10 кВт в городе 50 км, что мы знаем, было бесхозных. Ровно половина местный исполнительный орган принял на себя, 26 км. 24 км осталось до сих пор бесхозные. По 0,4 кабелям так же самое. 6 км они приняли, 4,5 оставили. Под станции 7 штук приняли, 40 оставили. Это сараркада, стык, много тут посередине Федоров, Матвиенко, сети, как вы знаете, мультипульти их все вы называли. Вот такая ситуация. То есть мы считаем, что эти бесхозные сети, которым в обед 100 лет, они приносят, при работе приносят столько нам проблем. Отключения идут массово там. Вот как пример, за 15 дней декабря у меня было 19 отключений по сетям, под станциям в городе. 19. Из них 11 отключений ведомственные и бесхозные сети. Выход только в продолжение работы местных исполнительных органов, чтобы бесхозные сети исчезли как таковые. Мурат Ибилмажит, Адильхан Муталяпов и это Сахпарат.